всех приветствую на канале вкусно жить не запретишь предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления черемши по кавказски именно так ее готовят на кавказе здесь у меня два килограмма я буду использовать в рецепте один килограмм черемша это дикий чеснок растет он в лесу привозят к нам сюда на украину с черкасской области привозят ранее весной и буквально в течение месяца она есть продажи потом ее в продаже уже нет поэтому она стоит недешево и во всяком случае у нас считается это дефицит сейчас вот у нас март месяц начало марта вот такой пучок на рынке стоит 15 гривен вот такой один пучок весом 140 грамм ну что дальше для этого рецепта нужно взять ароматное домашнее масло томатную пасту хорошую не кислую вместо томатной пасты можно взять и краснодарский соус соль соль и нам нужно крупная поваренная обычная каменная для того чтобы посолить воду и молотый черный перец я возьму сейчас ровно килограмм отсюда и промою под проточной водой процежу и проварю нам нужно ее очень хорошо отмыть чтобы не было песка бывает такое что попадается песок пахнет очень приятный такой аромат чесночно но не такой резкий как наш обычный чеснок а очень тонкий тонкий такой слегка едва уловимый запах чеснока скажу еще что лучше брать черемшу вот пока она вот такая вот таком вот стручке когда она пойдет уже в лист когда она раскроется и пойдет в лист тогда она уже не такая вкусная поэтому это время первое начало весны если есть у кого такая возможность лучше брать его в таком виде еще потом расскажу как ее можно сохранить на зиму то есть ее можно сейчас взять купить приготовить и оставить ее морозилке потом ее можно использовать зимой на новый год тогда когда я вообще нигде нет а у тебя она будет тоже покажу как это можно сделать значит сейчас я промываю килограмм промываю хорошо от песка у нее вот здесь вот на ножках может быть песок смотрите вот вода закипела я сразу солю добавляю одну столовую ложку соли и сюда же водичку можно добавить и молотый перец все теперь промытую черемшу ложим воду все сразу выложить все грязно и будем ее слегка проваривать черемшу нужно полностью погрузить воду она легкая она все равно будет потихоньку всплывать но вы старайтесь ее так шумовкой ложкой придавить чтобы полностью покрыла ее водой как только она закипит как только закипит вода с черемшой считаем 45 секунд выключаем газ и сразу ее скидываем на дружках ну все 45 секунд я читала можно ее вынимать вот так вот на дружляк сильно не старайтесь чтобы вода стекла все равно она здесь останется в миске и сюда газ я уже выключаю чтобы ее не переварить ни в коем случае нельзя не переварить она должна быть такая аль денту вот так даем стечь воде немножко остыть и приготовим сейчас вкуснейший салат так черемша отсиделась лишняя вода стекла попробуем черемша и вкусно и хороша приготовим салатик как я говорила у меня здесь ровный килограмм слегка проваренной черемши я ее отправляю в миску который будет салат добавляю сюда в миску 250 грамм томатной пасты это где-то половина этой банки можно использовать краснодарский соус тоже очень вкусно будет половина баночки я использую и 100 миллилитров домашнего ароматного масла наливаем вот так все это перемешиваем какой аромат тонкий приятный такой чесночный и еле уловимый чесночный аромат черемши смешанные с приятным таким домашним запахом масла навевает аппетит добавляем соль перец по вкусу это нужно сделать обязательно молотого черного перчика добавляем и немножко соли салат перемешиваем и перекладываем в салатник который будем подавать на стол и вот наш салат можно сказать не салат это деликатес готов попробуйте приготовить и вы порадовать себя и своих близких всем приятного аппетита пока пока пока